всем привет любители выживания с вами я stalker баннерщик и это вилун дарк я продолжаю выживать в режиме опять же выживание и давайте возобновим наше опять же выживание получилось так сумбурно везде выживание выживание выживали ночью так она есть мы принципе выживаем и вот я на предыдущий раз остался ночевать машине и пара отсюда уже сваливать так там тупичок да в тупичке мы полазили посмотрели ничего там интересного чтобы нет и вот следующая дорога ведет непонятно куда куда мы пойдем неизвестно изучаем изучаем эту местность и конечно по возможности отрисовываем ее но у меня опять закончился угля тут реально много нужно все зарисовать в начале в самом так здесь мы были тут мы были вот тупичок мы идем выше но скорее всего мы выйдем на волчью гору а мне нужно наоборот загадочное озеро попасть а раз мы тут уже бегаем поэтому изучим все посмотрим пути не сможем зарисовать но примерно прикинем что-то как ориентиры то у нас уже есть да там автомобиль все остальное так вот впереди какой-то домишко разрушены ну что рванем туда к нему поближе а там видно будет куда это мы вышли вполне возможно какой-нибудь разрушенный дом мы конечно не обыщем но вполне возможно там будут чуть дальше и целые дома а почему бы нет о так 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 заброшенные лачуги патрон для револьвера о отлично отлично пусто обезболивающий нам не нужно а вот труп мы обыщем пустой труп древесинку давайте неизвестно где у нас еще следующий привал будет вдруг придется на улице ночевать костер нам пригодится так дорога мы идем по дороге да все верно заброшенной лачуги мы прошли куда мы дальше выйдем неизвестно как бы нам не пришлось возвращаться если эта дорога ее сторону волчьи горы можно к что сходить но у меня цель вообще в другую сторону пойти хотя хотя не будем загадывать просто идем вперед перегрузами небольшой так это вода у меня есть в принципе нормально погода великолепная хоть и утро но так темновато то есть солнце ярко не светит но нам это особо не нужно да и так пойдет а чтобы не было метели видимость хорошая была хотел сказать для зарисовки но зарисовывать то нечем так ну что тут дорога уже как-то заметена все да но она идет куда-то вверх ну и мы туда идем источники света это вода до достаточно пока есть пить не нужно и просто вперед видно будет даже нас кривая эта дорожка заведет давайте газировку выпьем сном я ищу патроны а для оружия для револьверов потом ресурсы для крафта этих же патронов пока еще не нашел не самый револьвер не ружье хотя и то и другое нужно найти страны рано или поздно я это найду плюс конечно на животных я пока не охочусь но если трупы нахожу то конечно разделу но не ради мяса и ты тут хватает а вот ради именно шкур и кишков все это я сушу и хочу собрать это такое реального выживальщика охотника чтобы у мне все было из шкур животных поэтому в разных домах у меня шкуры лежат соответственно сохнут потом соберу все вместе и начнем крафт а когда уже я скрафчу тогда повернемся в бледную бухту и будем ее полностью исследовать потому что мне кажется все таки это она небольшая локация именно не то что она небольшая на то место которое я исследовал очень маленькая невозможно там она намного больше то локация нужно исследовать ну вот предыдущий раз я куда-то попал залез не туда куда нужно и покинул ту локацию вернуться пока не могу так моста это не мост вот по которым мы идем а значит а не подожди мы идем вот сюда вот нет это другой но тут мосты похож друг на друга вот такие которые через речушки идут они принципе похожи а построены по одному и тому же можно сказать макету так приди еще какие-то разрушенные дома найти бы пилище древнюю костер который кто-то когда-то ожог вполне возможно будет уголь а зарисовать это все дело куда мы выйдем сейчас я не знаю но мы идем пока вперед вот по дороге впереди оленя так туда мишка нет но мы сюда не зайти не сможем ничего тут интересного нету ладно двигаем дальше туда плюс я много на крафте все когда выходил из бухты а также по дороге был корм много металла я накрасил все куча наконечников для стрел теперь деревья найти скрафтить все лук и можно уже будет охотиться даже в принципе ружье пока не нужна . разногласия привет даже не помню было здесь не был какой-то для меня все новое место непонятно непонятно не сделаю в случае мы еще обыскиваем машины да в плане поиска оружия ну и конечно аккумуляторы нас интересует а перья тоже надо подбирать аккумуляторы мы сразу на месте разбираем так как у меня ножовка с собой вообще проблем с этим нету автомобили много нашел бардачках часто бывают патроны патронов я достаточно собирал найти бы еще оружие пистолет конечно хорош револьвер да но с ним только на кроликов охотиться или там волков от большому счету аккумулятор слишком большой вес да не проблема от веса мы сейчас избавимся у нас есть аккумулятор правильно есть ножовка мы сейчас свинцовый лом соберем он весит меньше чем целиковый аккумулятор таскать поэтому с этим проблем вообще не не возникает вот так все можно туда сваливать а на улице погодка испортилась портилась вот труб еще очередной давайте обыщем его по патрон неплохо так ехал ехал не доехал разбился давайте сядем кай нам не нужно на нить дроп сам а вот первого рода пригодится так ну что эта дорога куда-то ведет не туда да мы пошли немножко по другой дороге вот даже не знаю куда идти у меня нету карты на этой местности зарисовать я тоже не могу вот одна дорога ведет туда идет дорогу в горы какой дороге нам пойти я пока не знаю пойдем наверно по этой куда-то там в любом случае придем но я еще начал замерзать вот это конечно с погода а время еще даже полдень не настал но погода поменялась да мы видим неизвестно будет отдыхать наверно я немножко отдохнул восстановил а выносливости да приходит время от времени отдыхать хоть и на холоде отдыхать нужно куда-нибудь мы зашли непонятный вес мне больше интересует еще та дорога которая в горы выходит куда же нам выведет та дорога ну и конечно интересует и эта дорога куда эта дорога плюс надо еще посматривать искать березы клеона вот кстати вдалеке березы вполне возможно там молодую березу получится срубить для стрел конечно березы нужны вот а впереди разрушенный домик пока маленький берез не видно я чувствую скоро придется нам отдыхать уже соответственно нужен костер без костра тут особо не отдохнуть так ворон и где летают вороны что-то тяжеловато но как ты хотел а ты же уже свинец тащишь тащишь самолет да помним мы этот самолет мы были здесь когда проходили третий эпизод помните катастрофу и все остальное то скорее всего не есть он а может быть его но я смотрю тут вороны кружат а значит тут по-любому есть трупы нужно обыскать плюс вон домишко развалин какой-то не знаю тот ли это не тот самолет ну похож на тот как конечно да похож очень похож но это не тот эпизоде был похоже но не такой так они летают где-то на давайте а тут гора как мы там пройдем никак не пройдем может быть по той дороге стоило идти но если что мы можем вернуть горючая вижу труп факел подберем и конечно первого ворона ножик какой у меня уже четвертый ножик по счету а вон еще домишко сзади даже не сзади впереди мы что сторону идем но тоже гребень скитера вот мы куда пришли зарисовать нельзя ничего вот это плохо конечно это большой минус я думаю мы все-таки здесь остановимся где-нибудь выберем место чтобы отдохнуть дома все разрушены деревья сгоревшие но какой-то мисичкой думаю мы найдем разойдем костер и когда он потухнет у нас будут дровишки не дровишки уголь будет мы как раз сможем это место зарисовать но закрытых домиков нет полей на риск переохлаждения вниз зайдем о фундамент а вот фундамент мы залезем вот где мы будем греться костер мы просто там не разведем она вы знаете как сейчас делаем сейчас разойдем на костер на улице полезем в подвале подвале отдохнем а когда утром отсюда вылезем у нас будет костер уже а в костре будет угли мы как раз сможем эту местность зарисовать я думаю будет это оптимальным вариантом давайте разводить костер тем более греться пора уже мы прям здесь разведем сто процентов шансов на успех возьмем факел и полезли вниз фундамент а будем надеяться что в фундаменте что-то интересное будет в любом случае тепло еды полно да мы здесь переначиваем так о стрельба фронтере опять же вот еще вот такие книжки для изучения я уже много изучил но лишние они не бывают и нашел еще одну книжку стрельба а вот это уже даже очень неплохо так риск переохлаждения вылечил очередной топор но топоров не так много как ножей всего лишь два пригодится так это обычная книга просто инструменты аптечка да много ресурсов которые нам в принципе не нужны но мы их скинем если что если будет перегруз ничего там страшного нету сначала же нужно обыскать посмотреть что есть полезная о арахисовая паста кофейка бы найти бы банку с кофе так ну и ящики разломаем в ящиках иногда что-то бывает в этот раз ничего тут не было так ну что я более-менее все обыскал одежду нам чинить пока не нужно хотя можно починить тут все обыскан обыскан да надо поспать эту отдохнуть в любом случае нужно и так я поспал где-то примерно сутки поел восстановил свое здоровье силы и в принципе можно отсюда уходить а пойдем на улицу там у нас очередное утро нужно это место зарисовать чтобы понять где мы вообще находимся по карте посмотреть а в костре вполне возможно будет уголь надеется древесный уголь отлично давайте сразу зарисуем эту местность вот я то есть смотрите я вышел отсюда проверил транспорт тут как раз тупик был и вот такой полукруг я сделал а может быть как раз мы пойдем туда куда нужно а нам нужно давать от пример мы сейчас на отрадной долине нам нужно на загадочное озеро попасть и может быть мы как раз сейчас вот где-то там найдем выход а у меня перегруз слишком много много вещей собой таскаю мне столько вещей не нужно поэтому давайте скинем блин свинец нужен древесину древесину бросим книжку бы изучить и бросить еды еды много но еда вся съестся давайте посмотрим что у нас из-за одежды мы какую-то лишнюю одежду взяли нам столько одежды не нужно тем более мы скоро будем свою шить поэтому все что нам не нужно мы выкидываем тем более мы и недавно чинили поэтому с этим у нас все порядок полный давайте энергетический напиток выпьем ну вот получше стало ух как так куда мы идем так мы шли 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 и дошли сюда а ну все идем дальше не знаю будет ли туда дальше дорога мы еще тут не обыскали ничего мы все это выпьем аптечку обыщем наоборот лишить я не нужен нам нет не нужно это нам не нужно а вот перья для стрел вот это нужно замороженный труп так ничего нету гвоздодер нам не нужен у меня есть гвоздодер древесину давайте возьмем неизвестно когда привал будет о простые инструменты а у меня инструменты простые есть вроде как бы да я подобрал их да да есть все больше нам не нужно а тут скорее всего тупик тупик ах как тупик да честно придется возвращаться а вон мы куда вышли а все я понял понял вот как бы тут спуститься я наверное здесь не спущусь тогда тут только один вариант возвращаться туда до развилки и идти наверх давайте зарисуем эту местность да там же была развилка и дорога еще выше шла вот он разрушенный дом как-то по верху дорога шла там как раз есть спуск не можно попробовать здесь спуститься но это я думаю будет очень сложно слишком высоко тут мы можем разбиться ну а можем и рискнуть ай блин 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 о ух спустились стоп а вот этот вот это поваленное бревно кажется как раз ведет к самолету да мы же так и не смогли к самолету попасть правильно тут по идее должна быть пещера если я не ошибаюсь и как раз выход к самолету мы зашли с другой стороны а там как раз ворон много летало вполне возможно еще какие-то трупы будут может быть что-то интересное в плане полезного ну и тут можно будет отдохнуть если что и и двинуть дальше тут по любому спуску не съесть но если повезет может быть молодую березу и для стрел нам березы нужны пока березы только такие большие так зарисуем эту местность давай зарисуем погодка изменится да вот тут пещера где-то должно это где-то вот она пещера то здесь если что можно будет отдохнуть и че и накопить себе из шиповника пещера на выжженном хребте даже но эта местность мне уже знакомы более-менее поэтому разберемся вот оно ружье как долго я тебя искал ага а вот теперь можно уже поохотиться но так как мы нашли ружье нам нужно возвращаться туда где у нас ресурсы то есть эту местность надо покидать но так как у меня перегруз и так как мы тут может быть вполне возможно уже здесь начнем охотиться надо скинуть все короче так как мы пойдем сейчас в сторону самолета давайте скинем очень много еды очень все потом подберем все это вот это запасы для любого выжившего это круто но мы на легке тут недалеко а к самолету посмотрим о а тут уже можно и мясо добыть да здесь мы добудем и мясо так как по любому здесь будем отдыхать разводить костер приготовим еды надоело мне всякие энергетические батончики есть я хочу мясо свеженькое во молодой клен а молодой клен у нас как раз нужен для того чтобы сделать лук подсушить его блин теперь нам надо в дом возвращаться там где сухо клен собрали берез бы сейчас ммм отлично что я зашел не зря не зря прям так ну вот самолет тут еды полно тут очень много еды из самолета то есть такие запасы можно сделать очень много тут вещей скорее всего да тут полно вещей но нам это не нужно мы только хотим вот трупы обыскать может что полезно найдем хотя что тут полезно найдешь да это все появилось после третьего эпизода мы помним тут были но сейчас это просто местность без всякого эпизода но в чемоданах тут по любому что то полезное будет но с другой стороны у нас все есть да тут могут быть вещи какие то но нам вещи сейчас не нужны ну вот шапка еды тут конечно полно еды из самолета вот она еды воды тут очень этого много я думаю сейчас наберем газировки наверное тогда не будем мясо готовить наберем еды из самолетов просто одну выкинем не выкинем а ставим здесь пещеры смотрите сколько тут еды очень много всего жалко что не могу все утащить ну сколько смогу столько утащу посмотрим сохнут ли в пещере дерево и шкуры если получится хотя нет тут все таки надо наверное сушить в каком-нибудь домике ну вот хотя бы в том же самом дворе но до него я не дойду но здесь чуть ниже есть ферма вот до туда если я дойду я как раз все донесу да тут ворон много потому что много трупов после крушения самолета но в них я смотрю ничего интересного нету единственное это место хорошо тем что можно перина собирать а трупы скорее всего все пустые да они все пустые давайте поднимемся повыше посмотрим что там и я уже реально устал надо в пещеру отдыхать а вон еще один погибший самолет то есть то же самое как в третьем эпизоде только тут не сюжетная миссия просто это место а вот еды я не думал что тут также будет еда да раскинуто трупы ну как видите помните здесь мы гвен находили но сейчас тут никого нету а нет вот она в тот раз мы ее спасли а в этот раз нет ну вещей тут полно но по факту они нам тут не нужны я устал уже надо возвращаться в пещеру и там уже будем отдыхать отдыхать и готовим готовиться к походу что-то придется скинуть жалко что тут нет поблизости хорошенького дома где можно все высушить ну я имею эту шкуру которую мы сейчас собрали с оленя а предыдущий раз мы шкуры нашли плюс клен ну в любом случае мы отдохнем посмотрим что у нас по ресурсам выкинем ненужное возьмем нужное пойдем дальше ну с деревом тут проблем особо нет дерево тут полно да соответственно из костром у нас проблем никаких не будет у них проблема в том что я устал и надо все-таки идти в пещеру не шариться здесь в поисках чего-либо давайте бедровую ветвь разломаем все пойдем в пещеру пещера удачно тут расположена почему выжившие не смогли там укрыться хотя кто-то наверное там и укрылся кто выжил при падении самолета пещера на высшем хребте так а мы обыскали рюкзак да обыскались тут в принципе ничего интересного нет просто вот ружьем нашли то что ружье нашли это хорошо да обычно небольшая пещерка но тут не холодно я не знаю можно тут спать без разведения костра но так как тут есть постель а мы сейчас проверим поспим пару часиков если тут можно спать без разведения костра есть постель то в принципе да это реально но нам даже древесина не нужна да реально выживаю ну что же сейчас я буду готовиться к походу то есть мне нужно разобраться что мне скинуть что мне оставить что нужно и что не нужно и потом уже двинемся дальше в путь так ну что я провел в этой пещере 2-3 дня даже примерно как то так и в итоге смотрите у меня свежие кишки просушились на 73 процента зелено кленово деревце на 61 и шкура на 73 процента тут в пещере тоже можно сушить хоть тут и не домик но тут несколько дольше это все делается мне нужно еще тут пожить пару дней буквально ну жить тут в принципе не сложно то есть я в основном ем и пью ем плюс плю если спать не хочу просто сижу жду и в итоге время проходит и я понемножку понемножку жду когда шкуры высохнут хочу уже полностью готовым к крафту их брать и нести уже с собой так как вдруг по идее где-нибудь я должен встретить рано или поздно верстак и там я сразу сделаю селук поэтому решил вот подождать пока все высохнет ну что сейчас мы немножко перекусим и опять будем спать ждать спать ждать пока не пройдет еще пару дней скорее всего да еще придется пару дней подождать чтобы все просохло до конца ну что же отправляемся опять на боковую ну что же в очередной раз я проснулся но конечно не в первый где-то раз в пятый в шестой еще пару-тройку дней провел в этой пещере ну что же давайте посмотрим оленя шкура высушенная отлично кишки высохли а вот зеленое кленовое деревце 99 процентов чуть-чуть еще ну ладно а давайте мы тогда разведем костер пока здесь да нам нужно еще разобраться какие ресурсы с собой брать какие не брать вот в чем проблема ресурсов у меня много но пока я спал и отдыхал здесь в основном ел и пил я почти всю еду съел ну почти все воду уж точно все выпил я сейчас развожу костер чтобы скипятить воды да вода у меня реально кончилась ну и пока мы кипятим воду я думаю клен как раз у нас отсохнет ну если что поспим еще не страшно не страшно так возьмем еще ну и давайте еще возьмем так как вода очень быстро расходуется всю газировку которая подобрала около места крушения самолета всю газировку выпил вот так вот так давайте мясо приготовим съедим его чтобы не таскать с собой правильно и сразу слопаем его отлично так добавим топлива книга а вот эту книгу надо еще изучить но мы изучим так готовить нам больше нечего вода вода нам в принципе не нужна уже давайте о сухой молодой клен отлично высохла но у меня пока еще перегруз перегруз да у меня видите перегруз я бегать не могу а значит нам нужно еще посмотреть что выкинуть какие вещи по-любому такие вещи будут и подождать утра смотрите сколько еды еда из самолета вегетарианский обед цыпленок да и ты у меня полно но так как она в принципе более-менее свежий я сейчас стараюсь есть ту которая уже пропадает хотя нет некоторые есть вот пропавшая еда и вы и так объелись вот это да я объелся давайте и чем наверное книгу а почему бы и нет то почему бы и нет так где у нас книжки 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 да вот она изучим пока огонь горит я надеюсь нам хватит времени о изучили огнестрельное оружие умелый я же нашел в этом в этой пещере так 4 минуты он будет гореть нашел ружье а давайте мы сразу посмотрим что у нас с одеждой какую-то одежду может быть выкинем лишь какую-то одежду подбирал уже да по-любому подбирал или нет или уже все выкину а нет одежды нету а что же у меня лишнее тогда чем-то придется пожертвовать я думаю вот это выкидываем труд выкидываем нафиг спички нет спичка оставим газета шиповник все это нужно придется жертвовать сенцовым ломом я думаю аккумулятор мы еще найдем а весит в принципе это нормально так плюс давайте скрафтим плоды шиповника плоды шиповника приготовим о почему бы и нет давайте приготовим сколько там будет костер 4 часа о отлично шиповник шиповник это дело нужное все готовить и больше нечего ладно шиповник у нас есть давайте смотреть что еще можно выкинуть выкидываем шиповник потому что я сейчас понесу вот именно то что нам нужно и с перегрузом ходить не особо хорошо поэтому да будем что-то выкидывать банки выкидываем выкидываем фонарь выкидываем ну а куда мне его два топора ножовка ну тоже вроде все нужное еды очень много у меня с собой и все равно еще несколько килограмм у нас лишние вы так объелся я даже объелся я столько еды понабрал вот хомяк во мне внутренней не может никак успокоиться ну вот все нужное да все нужное с тобой взял ладно будем понемножку идти и лопать идти и лопать с небольшим перегрузом но что у нас там по погоде а еще надо поспать немножко до утра давайте поспим 6 часиков буквально перекусим и может быть как раз вот эти полтора килограмма сбросятся и можно будет двигать дальше ну как вариант давайте чай шиповника попьем я не голодный даже я хоть спал 6 часов все равно не голодные вы не хотите пить я не хочу пить я не хочу есть нет есть я хочу и древесный уголь вот ну с перегруза мы идем но бегать можно в принципе много полезного мы с собой взяли давайте зарисуем эту местность чтобы понимать где мы ну и так понятно пещера теперь я хочу тут как-то спрыгнуть и вернуться сюда а для начала мы так стоп пройдем здесь там вдалеке была ферма видна здесь попробую прямо с гор там спрыгнуть аккуратненько really спуститься спрыгивать мы не будем аккуратненько попробую спуститься а там посмотрим что получится для начала нам надо уже перебраться через бревно через которое мы проходили а там попробовать как то спуститься вдалеке там ферма была это вроде ферма старого Спенса или нет или не Спенса но ферма там точно какая то была или моли амбар Я думаю, там есть инструменты, и там можно будет уже начать крафтить лук Стрелы, конечно, не получится, потому что наконечники у меня в другом месте Ну, давайте не будем загадывать, а просто посмотрим Туда мне вниз надо А входить, конечно, далеко, поэтому я попробую спуститься так Аккуратно, аккуратно, аккуратно О, давайте зарисуем эту местность, угля у нас достаточно, так что нужно зарисовать Непонятно пока я куда спустился, но мы идем вперед Будем бежать, и когда мы устанем, будем останавливаться, будем зарисовывать Как-то так О, мы опять невозможно иду, плохую видимость Мы опять куда-то вышли Куда мы вышли? А, так тут можно было спуститься, а не спрыгивать Все, я вспомнил эту местность Да-да-да, тут телефон еще висел Ну, когда мы проходили Немного не то, не свободное выживание, когда мы были в третьем эпизоде Да, там висел телефон Плюс тут есть дрова и все остальное Но нам это тут не нужно, у нас и так всего полно Плюс, не забываем, у нас есть ружье Но пока стрелять я с него не хочу У меня где-то лежит набор для чистки оружия А ружье 26% О, кстати, а вот кору нужно подобрать Поэтому мы ружье зарядим А возьмем, конечно Если что Березу кора, можно чай приготовить Отличный очень даже чаек Но ружьем лучше, конечно, сильно не пользоваться Пока Так, ну вот куда мы сейчас выйдем? Не помню эту местность Вот по воде-то мы точно не пойдем, правильно? Надо остановиться здесь А что нам нужно сделать? Соответственно, раззвести костер А, у меня же ничего нету Я все скинул Дождаться хорошей погоды Будем, значит, здесь ждать Нам нужно сориентироваться, куда двигаться А пока погода не нормализуется Мы никуда не пойдем Это без вариантов Поэтому мы остаемся здесь, да А что еще приходится делать? Костер Труп берет векар А пусть будет Разводим И сколько сможем Побудем здесь Два часа, три минуты Ну, хотя бы столько Ну, а чтобы просто так Не сидеть мы поспим Тем более, сейчас раннее утро Вполне возможно распогодится Ммм, да Не особо распогодилось Костер 55 минут Будем ждать Потому что без вариантов идти в такую погоду Я просто заблужусь Да, нам нужна древесина Для поддержания костра И потом уже дынем дальше Ну, древесина, я смотрю, тут есть Такая Небольшая Березная кора Надо же понять, куда нам двигать Да, не особо много Эту древесина собрала Далеко уходить не хочу Так, а вот эти доски Стоп Да е-мое Их же можно разрубить Вот Четыре часа Так, четыре часа мы можем поспать Будем надеяться Распагуется немного Хотя бы чуть-чуть Чтобы понять В какую сторону нам двигать Во Вот это то, что нужно Да-да Вот то, что нам и нужно Вот видели, да Когда погода была плохая Я боялся идти туда Но я знал, что тут Не может быть больших озер На что это всего лишь Замерзшая река Но не было, ничего не видно А сейчас вот, пожалуйста, все видно И уже не страшно Куда-то идти А, так, все Я примерно понял Как нам двигаться надо Можно, конечно По реке этим Мы рано или поздно Выйдем туда, куда нужно А можно наискосок Ладно, пойдем по реке Сейчас мы проверим В ту ли сторону я иду Для этого мы зарисуем местность И поймем Туда я иду или нет Да, я иду туда Вот сюда я хочу У меня тут Много вещей осталось Для крафта По идее мне, конечно Надо вверх Вообще лучше наискосок Может быть сразу Наискосок Там как раз Вот эта ферма Будет Ладно, идем Короче по реке Только вот по этой стороне А там видно будет Найдем сейчас подъем Залезем А вот мы и нашли подъем И мост как раз О да Вот сюда я как раз шел Все верно Направление я выбрал Тут и волки водятся И кролики водятся И олени водятся И вполне возможно Тут есть верстак Я не уверен Но вполне возможно есть По крайней мере Место с мне это знакомо Поэтому О, волки Волки водят Но пока мы охотиться Не будем Нам нужно вернуться Вот сюда В общественный клуб У нас там лежит Как раз Набор для чистки оружия Так как Ружье 26% Боюсь сломается Ну пару выстрелов Можно сделать Но не больше Почистим оружие А потом уже Можно будет Поохотиться Вот Отлично Идем верным курсом Сейчас все Облазим Посмотрим Уже вечереет Надо искать место Для ночлега Но я думаю Это не страшно Тут уж по-любому Какой-нибудь Ночлег Да я найду себе Вон олени Ходят Полно оленей Мне как раз Шкуры нужны Хочу себе Сначала Сапоги Так а чё Может быть Один разочек Выстрелим Ну а почему бы и нет Один Я книжки-то изучил Ранил Вроде ранил Сейчас проверим Есть кровь? Нет Если ранил То далеко он не убежит Да есть ранил Ну что пойдем за ним? Не не пойдем Он рано или поздно умрет Может быть вполне возможно Вернется на это же место Умирать здесь И мы потом По воронам Увидим Его труп Давайте просто Это место зарисуем Вот мы куда идем Ну да В принципе Я в эту сторону Планировал Вот там Ангар уже видно Но Не особо Еще хорошо Я стреляю Плохо изучил Руки трясутся Еще так Слегка Вот у нас уже Немножко изучена местность Мало конечно Вон волки вдалеке ходят То есть мы тут И на волков Поохотимся тоже Сейчас главное Собрать все патроны Воедино А патроны у нас Вот здесь были В общественном клубе Там много патронов Я же когда уходил Все там оставил Ну и мы можем здесь что-то найти Вон автомобиль Вон вдалеке еще Но иду я вот сюда Да В этот ангар А мы переночуем И там у нас как раз Будет база Для охоты Я уже устал Надо быстрее бежать Единственный минус Тут лоси не водятся Но мы знаем На новой локации Который недавно Появился рядом С консервным заводом Там есть одно местечко Где водятся лоси Не, а лоси водятся Конечно на других локациях Но здесь я думаю Все таки поближе будет Тем более мы Пойдем уже туда Когда более-менее Экспируемся То есть ружье Есть у меня револьвер Осталось найти Там животные Все обитают И медведи И лось И олени И вот как раз Что-то из лосей Мы будем делать уже там Вот Строение в отрадной долине Да Я сюда как раз и шел Блин устал Жестко Давайте сначала вдохнем А потом будем их исследовать На предмет Чего-то полезного Давайте так и сделаем Только вот не знаю Если тут у нас верстак или нет Но вроде как бы был Я тут как-то я помню Что-то что-то шил себе Ну или не здесь Или он в каком-то армбаре Вон верстак находится Но в любом случае Мы здесь отдохнем Отдохнуть нам Ой, как надо Так, фонарь С фонарем у нас проблем нет Вообще Топлива полно А вот мы на месте Подробный руководство По охоте с луков Изучив книгу Вы улучшите свои навыки Стрельбы из лука Отличная тема Вот такие книжки Я ищу О Записка Непонятно Не локализовали еще Так, ну что Я думаю не стоит Ничего тут обыскивать А просто лечь спать Были сильно устал Так, а на втором этаже У нас есть? Там кровать нет? Сейчас поднимемся Посмотрим То, что тут ящики есть Это точно Ящики мы обыщем Есть верстак Ну что Значит здесь мы будем Охотиться Здесь мы будем Шить свою первую одежку Я застрял Не могу дальше идти Почему? Что-то я как-то застрял А, вот По брюну прошел Да, нормально Давайте, наверное Здесь и разведем Огонь, конечно Мы не будем разводить И зачем его разводить Мы просто поспим Поспим И отдохнем Пить охота Ну, воду мы накипятили С этим проблем не будет Темно Не видно Ничего Ну, я ночью проснулся Так, что у нас там с едой Еду пока давайте Есть та, которая Кончается Срок годности Так, мясо еще Свежачок Давайте добавим В круговое меню Чтобы нам удобнее было Темно Темно В темноте Лопаю Сижу Я все равно Сейчас спать Отправлюсь Я не настолько устал Тогда подождем Без вопросов Все, хорош Хорош Давайте откроем Выдвижной ящик Посмотрим, что там Тут ничего нет 5 килограмм 5 килограмм Это мало Нам нужно Что-нибудь Побольше Потяжелее ящик О, набор для чистки Огнестрельного оружия И даже идти никуда Не придется А я хотел Только сходить За набором Древко стрелы Уголь Значит Не пойдем никуда Сейчас Починим О, 10 килограмм Так Шкуры Высушенные кишки Туда же идут Березовая кора Туда же идет На древко стрелы Туда же Один ножик Идет туда же Ножовка Нам пока не нужно Туда тоже идет Кастые инструменты Туда Набор для шития Тоже туда Патроны для револьвера Туда же Клен Туда же Все это Потом будет Нам нужно Фаеров нам столько Не нужно Топливо для фонаря Тоже туда Топор туда Уголь нам нужен Котелок Ладно Пусть будет А, все Уже Перегруз Давайте Следующий ящик Откроем Материал Туда же Туда же Это мы сейчас Почистим Это мы изучим Угу Ну это все В принципе нужно Канистры Горючки Туда же Еды Еды нам столько Не нужно с собой Таскать Мы скинем Нам нужно Сломается Хорошо Книжка В этом В этом не было Мы Кстати Можем Ножовку Взять И вот эти Все Разрезать Нафиг Чтобы И нам Не мешались А что Давайте Так А тут Пустое Если я ничего Не складываю Где у нас Ножовка Опа Попьем Немножко Давайте Фонарь Заправим Ну вот И эту Тоже Распилим Тем более У нас есть Куда металл Положить Правильно Но в шкафчике Мы распилить Не можем По крайней мере Посвободнее Тут станет А не внизу Полазим Посмотрим Я скоро устану Лягу спать Это будет Не скоро В принципе А через Некоторое время Так Ничего тут В этом ящике Не было Да Заблудился О А здесь Может древесный Уголь взять Нашел Еще один Крафт Серный Порошок Для крафта Патронов И точильный Камень Отлично А полку Мы разломаем Для разрушения Нужен свет Серьезно Что ли Так У нас Топлива Достаточно Давайте Заправим А тут Автомобиль Где-то был Что-то там Что-то еще лежит Интересное А Газета Газета Интересная Все Мы тут И поспим Тем более Скоро утром А пора Отправляться На охоту А тут Нет ничего Интересного Типа Патронов Давайте Посмотрим Нет Пусто Ну я еще Не все Тут Обыскал Вот Выдвижены Ящики Еще О Набор Для очистки Оружия Еще один Набор Ну это Великолепно Давайте Наломаем Древесину Так как Мы здесь Я так Понимаю Надолго О я есть Захотел В кое-то Веке Ну что же Давайте Перекусим Небольшой Перегруз У нас Но это Не проблема Так Рано или поздно Я все равно Буду готовить Еду О И у нас Металлолом Металлолом Давайте тоже Тут рядышком Скинем Чтобы знать Тут будет Металлолом А тут Древесина Все Пора на охоту Отправляться Посмотрим Повезет нам Или нет А скинем еще Так Ножовку Пока не будем Выкидывать О Материал для крафта Нашли Ну это Неплохо Неплохо Так Это нам не нужно Для револьвера Ненужные патроны Все Не так же много У меня конечно Ресурсов Но в плане Патронов Очень даже Немного Но хотя бы Если парочку Я подстрелю На животных Уже будет Неплохо Сначала Конечно Пойду охотиться На оленей Пять выстрелов У меня Охотник Блин А где Вся Вся твоя Добыча Никого нет Ладно Сейчас найдем Никого нет Тут много Всякой Жирности Ходит А здесь Что у нас Горючка В погоду Такая Ветреная Поэтому Никого нет Ну как повезет Вот мы Когда сошли Очень много Было Животных А сейчас Никого Так А давайте Ка мы Зарисуем Карту Немножко Отдохнем Как раз Вполне Возможно Кто-то Появится Вот мы Где Нам нужно Будет Потом Сюда Вернуться У нас Все остальные Вещи Для крафта Тут идти Недалеко Поэтому Вообще Не вопрос Медведь Ходит Вдалеке Медведь Ё-моё Я устал У меня же Есть У меня же Есть Есть Нет Короче Медведь Переде ходит Медведь Это конечно Неплохая Добыча Но он Может От меня Убежать Устал Устал Я Давай Давай Поближе Подползнем Эх Не вовремя Я вышел На охоту Ну как Не вовремя Я Устал Теперь Вот Лови Этого Медведя А добыча Что-то хорошее Как не вовремя Он сейчас Убежит Туда Где Его Берлога Потом Ищи Его Свящи Я хоть Попал В него Кровь Есть Есть Кровь Ну что Пойдем Не спеша Он далеко Убежал С одной Пули Не знаю Когда он Умрет А вторая Пуля По нему Не попала Нет Трофей Это хороший Осталось Только догнать Его Может Поспать Часочек Прямо Здесь Не замерз Уже За один Час Хотя Медведь Может Исчезнуть Но Без Вариантов Ити Еле Еле Это Долго Одна Надежда На то Что Он Где-то Здесь Умер То есть Реально Умер От Кровопотери Мы Где-то Найдем У него Где-то Тут Берлога Еще Должна Но Я Не Помню Точно Где Не факт Что Мы Даже Найдем Охотник Блин Горе Давайте Посмотрим Вороны Летают Нет Где-нибудь Я ж до Этого Олень Еще Подстрелил Ну Он Нужен Наверное Сейчас Труп Его Сожрал А Вот Над Медведем Могут Летать Вороны Если Он Где-то Умер Я Не Вижу Олени Вижу Вбивать Надо С Одного Выстрела А то Потом Придется За Ним Бегать Ну Че Попадем С Первого Выстрела Попробуем Давайте Поближе Подкрадемся Попал То Хоть Нет Все Кончились Патроны Кровь Идет Побежали За ним Опять Я устал Кровь Идет Но Немного Крови Когда Он Умрет Непонятно И Умрет Ли Вообще Столько Бодранков Тут Бегает А Че Я Ружье В руках Таскаю Все Патроны Кончились Эх Надо Ити За Патронами Сейчас Давайте Зарисуем Местность А Вот Моги Нам Сюда Надо Ниже Перед тем Как Ити Надо Поспать Наверное А Вон Медведь Ходит То Есть Он Не Умер Кролики Кролики От Медведя Короче Все Щеманулись В этот раз Охота Получилась Какая-то Неудачная Давайте Поспим Немножко Отдохнем Надеюсь Я не замерз В принципе Не должен Но хотя бы Немного Отдохну И вернусь Уже Да Отдохнул Чуть-чуть Вылечено По крайней Риск Растяжение И вернусь За патронами А потом Уже Поохотимся Так Давайте Сверимся С картой Ориентир Ориентир Туда я вообще Иду Не туда Так От дома Повернусь Да Вроде Сюда Иду Ну То есть Не в эту Сторон Значит В другую Реке И рядом Должен Где-то Дом Так Мост Мост Вот Мост Значит Мы Правильно Идем Давайте Зарисуем Еще Местность Вроде Правильно А так Мы вернулись Обратно А нам В другую Сторон Нужно Было Ладно Что ж Вернулись Так Вернулись Да Немножко Я не в ту сторону Пошел Мне нужно Через этот мост И вот Пройти Вот сюда Вот Наискосок Я пошел Немного Не в ту сторону Ну В любом Случае Мы сейчас Ложимся Спать Отдыхать А вот На следующий День Уже точно Пойдем На охоту Ну И на этом Все Всем До встречи Всем пока Увидимся И пожелайте Мне удачи